у кого есть вопросы вопрос я ряд что вы пришли плохо его слышно что он говорит и и и и и и Моя больная. Моя больная. Я проживаю сегодня на первый день, потому что я реально так, что вы не хотите. Но я хочу сказать, что не вы думаете, что этот разум, что это время, а а и а и а а и Тело становится больным, тело становится слабым, устарым, и чем вы становитесь старше, тем больше приходит слабостью. Но слабость всегда разная. Слабость никогда не стареет, она всегда везде. Нам надо пересесть поближе, потому что плохо слышно. Но это случается со всеми. Будете старыми, будете больными. Так как вы становитесь старше, становитесь слабе, больным. Также все чувства уже будут слабее. Уши будут слабее, зубы, глаза. Потому что тело имеет свое собственное время. Тело рождено, становится молодым. Потом постепенно энергия тела уходит вниз. Энергия сознания всегда одно и то же. Я тоже это говорил. Я это говорил, что когда вы будете около 60, тело тоже будет готовиться. И вы должны быть готовы уйти. И это болезнь на самом деле показывает, что вы на самом деле не тело. Тело меняется, болеет, становится юным, здоровым, старым. Тело. Так вот, например, вы пойдете покупаете новое платье на рынке, в магазине. Вы прямо вдушевлены. Через некоторое время, через 3-5 лет платье становится старым и вообще разрушается. И вы тогда его выбрасываете и покупаете новое. То есть я считаю, что тело – это как платье. Сознание выбирает тело, выбирает новое рождение, новое платье и наслаждается этим. И всю жизнь, наслаждается этим, всю жизнь. Дети, молодые, потом взрослые, очень старые, старые. И это должно случиться со всеми. И я тоже знаю, что я тоже должен заболеть. Все мастера как-то заболевать. Они получают очень большие такие заболевания. У Рама Кришны был рак. У Оши был. Несколько болезней у него было. Но если вы его видели, даже на видео, на последних видео, он все равно был свежий, очень полной энергии, радости. И кто знает его, кто видел его, он был. Все, кто его видел, видели, что он начинал, когда был молодой, слюдный, а потом он стал старее, старее, старее. Но он стал более живым, более энергичным. Энергия, она вокруг тела. Тело, сознание, он ловит тело. Природа дает болезнь мастеру. Оно так или иначе ко всем приходит. Да, и мастера не должны быть больны. Потому что мастер, он наслаждается всю жизнь после просветления, он постоянно наслаждается, бесконечно. Болезнь дает, природа дает болезнь. То есть я тоже имею болезнь. Болезнь приходит для того, чтобы у них не возникло желание вернуться еще раз. Я тут типа наслаждался, и почему бы не вернуться еще раз? Жизнь прекрасна. Я могу еще раз вернуться. Я могу еще раз вернуться. Но если они больны, то они уже не так чувствуют. Когда тело больное, то что-то происходит и с ним. Они не могут так хорошо работать. Даже бежать не можете. Тело становится тяжелым, больным. Он в состоянии очень соединен с телом. И поэтому природа дает им болезнь, потому что вы не должны возвращаться. Когда они испытывают эту боль, болезнь в теле, то они больше не хотят. Они знают, что то же самое случится с ними. Они знают, что они должны будут пройти через те же этапы. Через утробу матери, через рождение, ребенка. И все это повторится. И они не хотят больше встречи. А иначе у них может возникнуть последнее желание еще раз прийти. Все нормально, все классно, совершенно. Почему бы не прийти еще раз? Но когда ты больной, когда у тебя болезнь, ты не можешь есть это. Ты не можешь делать то. Приними лекарства, принимай это, делай. Они должны столько, на многих вещах позаботиться. Поэтому, типа, хорошо. Вот для этого приходят болезни. И эта болезнь тоже приходит к ним, потому что, когда мастер работает с людьми, он что-то получает от них. Обмен происходит. Приходит обмен с учениками. Физические вещи какие-то приходят. От учеников приходят к нему какие-то физические вещи, а от него идет свет. Если бы мастер не работал, то, возможно, он бы не болел сильно. Но они также получают болезнь. Я знаю, что когда Боша был живой, он давал даршаны людям. Давал энергию даршаны. Когда он давал, когда он трогал, с учениками что случилось, там, переход. С ними что-то случалось, и они начинали пробуждаться, начинали их свое путешествие, начинала энергия двигаться. И он с прикосновением тоже в ответ что-то получил. Но это и сострадание. И он, это вот такое проявление, когда много учитесь страдания, он просто не обращает внимания на что. Вопрос то, что случится, он просто дает, чтобы ученики начали любиться. Кто-то начинает смеяться, кто-то там плакать, начинает что-то происходит с ними со всеми. И он просто показывает им, дает им вкус этого. И они как-то... И он дает им свою милость, дает им душ, силы, душ, энергии, что они могут начать. Они начинают чувствовать, что внутри меня что-то начинают двигаться. Во время саньяса они тоже дают энергию. Когда происходит саньяса, мастер создает связь между учеником и собой, прям даже физическую между двумя телами. Когда связь устанавливается, какая бы то ни была мама, возлюбленная мама, отец там. И все это телесная связь. Со всем миром у нас телесная связь. И когда с мастером мы соединяемся, у нас не сникает соединение душа с душой. Да, но когда мастер все равно касается тела, и когда вы делаете что-то с телом, всегда происходит обмен, что-то происходит. Из тела ученика переходит к нему. По-моему, я так понял, что у этого мастера 40 болезней было. Но он говорит, ну тело это болеет, я-то не болею, все нормально. Тело чувствует наслаждение, радость. Если с телом что-то неправильно не так, то оно не так, не может ощущать эту радость. При этом ты еще не можешь делать какие-то вещи обычные. Там есть, не все можешь делать, не все можешь. Чувства ослабевают. Увидеть хуже становишься сложнее. Ну и мастер, когда уже получает вот эту болезнь, он понимает, что точно больше не хочу возвращаться. То есть, когда они получают свое правдопростояние, когда уже не хотят никаких желаний. Но все равно потом это желание может у них возникнуть после того, как они живут вот такой вот прекрасной жизнью, когда все прекрасно, все совершенно. Радость и счастье вокруг. И вот эта вот болезнь, она говорит, нет, все. Да, если тело переживает боль, то и все. У сознания нет наслаждения. У сознания нет наслаждения. Оно нейтральное, оно вообще нет. Только тело чувствует радость. Когда тело радуется и не радуется. Сознание, оно не реально, оно просто как небеса. Если вы спросите. Да, то есть сами небеса, они никак не затронуты, но под небесами происходит многое. Свет приходит, ветер приходит, облака, дождь. Погода меняется. Вся природа, вся природа находится под небесами, в небесах. Ага. И небеса, они всегда немножко на расстоянии. И для сознания оно как небеса, и для него нет никакой разницы. Я знаю, что мое тело больное, тело неплохо, сердце не очень хорошо, диабет, глаза не очень хороши. Моя походка теперь уже тоже медленная. Я иду очень медленно, типа. Семь лет, десять лет до этого. Я очень быстро шел до этого, как будто бежал. Мое тело как будто летело. Как будто я не шел по земле, а летел в воздухе. Тело очень легко облюбилось. Ну, я типа нормально шел, я не бежал, но люди не успевали за мной. Они прямо начинают бежать рядышком. Да даже старые саньяси, они когда мы шли гулять, там 20-30 людей. И они прямо друг другу говорили, типа первая передача, теперь вторая передача, теперь третья передача. И моё тело начало двигаться. Иначе бы они оставались сзади. Ставали. Ну, я понимаю, что это сейчас, тепло становится медленнее, но я понимаю, что естественные вещи для тела случаются. И все придут к этому возрасту около 60. и тело начнет терять Вашу силу. Также начнут слабеть Ваши глаза, уши, тело. Теперь Вы должны понять, что Вы готовы уже потянуть. Должны быть готовы потянуть тело, уже не нужно стараться его очищать. Это уже снег, что Вы должны уже скоро уйти. Уже сигнал дан. Да, у Вас уже завод с той стороны. Если Вы понимаете, если Вы готовы, тогда автоматически Ваша энергия уйдет с Вами. Если Вы понимаете, что Вы действительно понимаете, что Вы должны уйти, то автоматически Ваша энергия из желаний, из всех нечто будет возвращаться к Вам, и Вы просто уйдете. А доктор тоже? Доктора не могут Вам сказать? Может быть, в год проживаете, два. Да, но многие люди уже почти умерли, но все равно они продолжают хотеть создавать привязки. Все свои желания. Такие люди не понимают, что делать. Я был очень маленьким ребенком. Моя бабушка, дедушка, был в госпитале. Лежал на краю. Все его родственники пришли вокруг, собрались вокруг. И доктор сказал, что он уже готов уйти, никто не знает сколько он был. Все с нашей стороны. Все с нашей стороны. Мы типа сейчас сделали, и он сейчас в любой момент должен уйти. И он даже уже не мог говорить. Он просто смотрел, но уже не мог говорить. И все вокруг него собрались, родственники. Ему было восемь лет, мастер, и он стоял там. И дедушка смотрел на всех, но ничего не мог говорить. Кто-то... Я вдруг увидел его. И он делал, считал. Я был со своим отцом и говорю, смотри. Смотри. Что он делает? Мой отец увидел и начал плакать. Да, я знаю, что он делает. Он постоянно считал все это уже. Он все время считал, сколько я должен отдать, сколько я получаю. Сколько я должен получить. Он постоянно считал, считал, считал. И в этот момент даже, когда он не может говорить. Даже когда он не мог уже ничего не сказать, что я должен сказать. Вот эти деньги возьми оттуда. Забери вот этого, вот этого. Но он все равно продолжал свой бизнес. И вот в тот момент, когда ты меня потряс и показал, я решил, что я не должен быть таким. Да, он все равно не может ничего с собой забрать. Ни собственность, ничего. Но все равно он считает, все равно привязан к этому. Никакого сознания, вы только бизнес, смотри. Только многое количество людей покинуло это тело, не думая о своей семье, о своем бизнесе. Да, они думают, вот я покидаю свой дом, я покидаю свою жену, своего сына, всего-все. Когда ты знаешь, что ты должен идти, ты не можешь поймать жизнь. Да, даже доктора говорят, что все, пора уже выходить. Его функционер. Ну, даже когда все им говорят, что они должны уйти, но они не могут ни жадность оставить, ни привязки. Но когда они уходят в таком состоянии, и думают о своих привязках. Только с некоторыми людьми случается так, что они уходят свободными. Это случается только тогда, когда они всю жизнь к этому готовятся. И когда вы уходите абсолютно свободными, не думая о том, ни одной привязки не имеете здесь, тогда вы уже не возвращаетесь сюда. Даже если вы думаете, делаете медитацию всю жизнь свою, всю жизнь медитируете, ищете, находитесь. Даже если вы, да, всю жизнь пробились мастером, и вы, если вы перед смертью, подумаете, что я еще не просветленный, я хочу быть просветленным, вас вернут обратно, и придете обратно просветляться. Даже если вы делали всю жизнь медитацию, очень медитировали, все время медитировали, все время внутренние путешествия, мастер, нет семьи, ничего не было. Нет, не было им больших интересов. Только вот это путешествие. И только в последний момент, когда вы понимаете, что вы должны идти. И вы, может быть, будете разочарованы вдруг, что вы все, что вы вот так вот, всю жизнь медитировали, но не достигли. Вы можете сказать, я не хочу больше никаких медитаций, я хочу быть как Трамп. Я хочу быть звездой. И тогда ваше желание вернет вас, и вы этим станете. Вы смотрите как на Трампа, и видите, что много миллионов людей следует за ним. Вы хотите быть каким? Вы хотите быть президентом? Вы хотите власти? И вы вернетесь туда. И когда у вас есть желание, что вы хотите быть президентом? Вы хотите президентом, и хотите быть известным, тогда в эту жизнь, в новой жизни, вы будете президентом, но у вас не будет мысли про медитации. Вы будете полностью в этом тотальном, в президентстве. Что бы у вас сейчас не было, что бы у вас сейчас не было, какие бы вы не были сейчас, это ваше желание, таким было быть, таким и хотели быть. И так это случается. Если вы понимаете, что что бы я ни хотел, оно будет удовлетворено, то есть вы как будто кладете семечко, оно в конце концов вырастет. То есть если вы знаете, что что бы ни о чем бы я ни думал, то в конце концов вырастет. Тогда вы будете очень осознанны. Тогда вы будете понимать, что вы не должны чего-то зажевать. Вы должны быть очень осознанны, вы будете очень осознанны о том, что вы хотите. Что-то было 35 лет назад. Он принял, он, мастер, взял саняши. Пошел в будда-холл, прослушать дискуссию. Оша, говори. Он много рассказывал эту историю. И вот он путешествовал одним мужчиной в пустыне. Пусково-пуски, пески-пески. Солнце было горячее, песок был горячий. И он увидел там храм. И он ушел, ушел, ушел. И он очень устал. Еда закончилась, вода закончилась. И никто не мог увидеть, где этот темп был. Он очень устал, ушел, 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 устал, упал. Он поднимался, опять падал после него. И он тогда далеко от такого вот увидел, далеко, очень далеко от точку. И он увидел, о, сказал, вот это храм, я должен туда пойти. И вдруг в нем срочно, у него вдруг появилась новая энергия, и он пошел. И он пошел, дошел, ушел. И он дошел до этой точки. Эта точка была дерева. Всего лишь была одна точка. Солнце было очень горячее, песок тоже был очень горячий. И он сказал, о, он нашел, вот это да, классно. Я тут расслаблюсь здесь некоторым. Я ни о чем не думал, он был очень расслаблен, полностью. Много дней он ушел под солнцем, песком, по пескам. И он через некоторое время был расслаблен. Через некоторое время, через некоторое время, я вдруг подумал, что, о, у меня нет воды. Я же тогда умру. Кто мне даст воды тоже? Я хочу воды. И он думал только о воде. И вдруг перед ним возникло целый кушев воды. И он сейчас только взял и выпил. Очень быстро выпил. Опять расслаблялся. Полнота пришла, тотальность пришла. Сухость ушла. Ага, через некоторое время. О, теперь я очень голодный. Я уже несколько дней ел. Я, конечно, он будет очень голодным. Как же здесь еду достать? О, Бог. Покажи мне, как есть. Вдруг перед ним появилось большое блюдо с едой. Все, что он любит. Все, что там было. Он просто взял и расслабился. Теперь он еще больше расслабился. Сначала он получил тень дерева. Потом воду. Потом еду. И теперь встал. Теперь он еще расслабился. Теперь сказал, я хочу спать. Как же спать-то? Тут грязно, песок. Даже матраса нет здесь. И когда он сказал матрас, матрас появился. Он упал и уснул. После 8-10 часов он был татар. Сидел, полностью расслаблен. Что это? Что это такое здесь? Я сказал, вода, вода пришла. Еда, еда пришла. Я сказал, спать матрас появился. Что за чудо здесь такое? Может какой-то дух здесь? Может какой-то дух здесь? Да, когда он сказал про духа, дух появился. Тут дух, и тут дух. С одной стороны, когда он увидел духа, он испугался. Он убил, они подойдут и убьют. И его. И да. И да. История закончилась. Дух подошел и убил его, и сидел. И история на этом заканчивается. Мастер сказал, что вот это дерево я есть, я даю вам. Что вы хотите, его получите. Все, что вы хотите получить, я вам даю. Все, что они дают вам. Если действительно это вам нужно, и действительно хотите, получайте. Если вы хотите это, 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 это. Точно придет этот, однажды придет этот дух и заберет вас. Если вы боитесь, то вы попадете в тимуату. Да, что они не дают вам все. В��이 все. Инащия видите, это тебе это не смыль. Из-за этого всего, если вы реалии, то образцы уже не Law'. Медитация у вас не понимает, что активно нельзя. Сейчас своё террорное시même лишь позитивание, けて уменьшить и готовить понимание. Медитация дает очень много, если вы без медитации будете что-то пытаться понять 20 лет с медитацией, вы за год, за один год можете понять, то есть медитация дает вам все это, и медитация дает вам понимание. Если вы понимаете, в какой-то момент вы можете поднять жизнь, о, я здесь, что я здесь делаю, что я должен понять здесь, что я должен получить, понимание приходит, и мастер тоже говорит, и с его говорением вы получаете понимание, что желания никогда не будут удовлетворены, они постоянно приходят, желания приходят, смотри. Нужда, необходимость это нормально, одежда, тело нужно, место спать там, ему нужно еда, одежда. Это все нормально, но если вы будете продолжать все больше и больше, деньги, 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 дом за домом, еще больше дом, тогда... Вы так можно просто теряете время. Если эту же энергию венуть в вас, то вы будете более осуществлены. То есть когда у вас нет необходимости раскидывать свою энергию, автоматически энергия возвращается. Когда медитация показывает, что такое вдох, желание, и у вас желание у вас постоянно, ум постоянно производит желание. Будда сказал, что желание никогда не сможет быть удовлетворены. Вы должны... Вы должны... Только в тот момент, как вы поймете, что желания никогда не удовлетворяются, автоматически начинают уходить. Желание будет по-постоянному приходить и уходить, но вы не идете с ним и так далее. И эту историю, когда я услышал, я думал о втором классе. И последние слова были, будьте осознанны, что вы хотите. И тогда я для себя это сделал. Каждый день, когда я приходил, уходил, приходил и возвращался в ашрам. Всякий раз, когда я заходил через главные ворота, я останавливался. Я становился сандашей и ошрам. Когда ошрам спрашивал о сандарше и ошрам, я всегда отвечал, что мастер спрашивал. Мастер спрашивал, что вы хотите. Ошрам спрашивал, что ты хочешь сандарше. Я хочу только осознанности. Просто осознанности. Когда я только решил, что я хочу осознанности, тогда я заходил. Вот каждый раз. И когда я заходил уже после этого, я ни на что больше не смотрел. Что бы там ни происходило, что люди делают, что красивые, некрасивые. Потому что его фокус был с ними. Ничего больше не интересал. Вся энергия с ними. Тогда он сказал, что если вы здесь приходите, я даю все. Если вы идете в мастер, вы будете с ним. Все. В женщине вы хотите? Без вас. Без вас. Без вас. Без вас. Он сказал, что когда вы к мастера приходите, вы получаете все. Самая лучшая женщина. Самая лучшая мужчина. Если вы хотите работы или власти, пожалуйста, идите. Получите. Все, что вы хотите получить. Но если вы хотите медитацию, это самое лучшее. Я сказал, что я хочу окончание. Я хочу окончание, чтобы оно не прекратилось. Ничего больше не хочу. И тогда уже больше не о чем не фокусироваться. Люди там не бегали вокруг чего-то. Меняли женщин, там, мужчин. Но это были их желания. Но нормально все. Классно. Но некоторые из них были творят. И я сказал. И он сделал это все Майя. Майя. Иллюзия. Иллюзия. Да. Он присутствует. Он присутствует. Он присутствует. Иллюзия. Я очень быстро удовлетворяю все ваши желания. Быстро, быстро. Потому что время очень быстро. Быстро. Просто доверяйся. И люди доверяли. Все саньясы. Я скажу, что саньясы должны быть за пределами желаний. Но они не отличаются этим от нормальных людей. Я все время говорю, идите. Если вы хотите, идите. То есть хотите денег, будьте. Живите в такой роскоши, как мы. Вы должны насылиться из желаний. И тогда. Потом. Ваша энергия будет возвращаться. И ничего очень сложного. Если вы удовлетворили все желания, тогда. Энергия возвращается. А желание. Вашу энергию. Из вас. Это хочу. Это хочу. Это хочу. Таким образом. Медитация. Сатсанг. Мастер. Если вы с мастером, то начинаются изменения. И просто должен слушать, что он говорит. обо всем. И вы должны выбрать для себя, что вам нужно. И он говорит о нормальных отношениях, работах, работе нормальной жизни. И об медитации. А если вам нужна работа, вы получите ворону. Тогда он просто делает, чтобы ваше внешнее было удовлетворено. И когда у вас внешняя удовлетворенность есть, тогда энергия не идет наружу, она идет внутрь. И она автоматически начнет возвращаться. Она автоматически возвращается. Не нужно даже подталкивать. Медитация на слово постепенно дает вам понимание, что внешнее желание. Внешность не может дать вам удовлетворение. Они не сделают у вас особое удовлетворение. И когда я вернусь к своему центру. Все мастера делают только одну вещь с вами и с миром. Они возвращаются к себе и будут просят, чтобы приводят вас к тому, чтобы вы были в центре. И когда вы в центре, если у вас есть деньги, власть нормальная. Если нет, то тоже классно. Все нормально. То есть все, что есть, чтобы у вас нужды были удовлетворены, то и нормально. И медитация. Медитаторы, они к этому постепенно приходят. Но если, да, то есть у них все, что есть, у них хватает того, что если что-то приходит, они и говорят нет. Принимают это просто. Когда Ошо был живой, и кто-то пришел, и он спросил, этот кто-то пришел, спрашивал всех окружениях то, что ему нравится. Я хочу ему что-то подарить. Кар, да, и он хочет. И кто-то сказал, что типа подарите ему Rolls-Royce. Он подарил ему Rolls-Royce. Каждый месяц он там, кто-то давал ему по машине. Типа, знаете, 96 машин у него было Rolls-Royce. Получилось, что им пришлось выделить целое большое место для подпарки этих машин. Даже когда им не нужно было идти. Да, и он, Ошо, все там, ездил там 10-минутно на машине. То есть пройти там от его дома до Будда-Холла было 5 минут. Да, но в пуде некогда было даже ездить, на самом деле. В Ашраме он тоже не мог ездить. И Ошо любил очень быстро ездить. В Ашраме не было места. В Америке, в других местах, он очень быстро ездил. Вопрос. Могу я спросить о чем-то? Сказать кое-что об Ошо? В моем глубоком ощущении, опыте с Ошо. Он был невероятно здоровый персоной. У него здоровье было очень хорошее. Он никогда не профессионал ни одного дискурса. Он всегда приходил. всегда вовремя, минуты-минуты. И даже в конце дискурса он был 100% в настоящем моменте неуставший. Он был невероятно сильным, мощным. Он даже по два часа утром и вечером мог говорить, а не устал. Он был полностью включен. Когда мы были на Даршне, энергия была невероятно сильной. Огромный канал, энергию он слушал. Я только набирался этой космической энергией. Он чувствовал всех подряд. Мы его даже не чувствовали, только у Вселенной не чувствовалось. Его здоровье было невероятно сильным. Только в конце он был отравлен. Да, он был отравлен последние четыре года. Но даже до последнего момента он говорил очень сильно, был очень свежим. Это было только человек, который его убил. Он падает и нанесет. Я чувствовал, что он так сильно связан. Он никогда не умер. Он так сильный. Я говорю, что он очень был соединен с ним. Свят был очень сильный. Сам Наша говорит, что даже до последнего дня никто не знал, что идет. Он в последний день давал с отцом. И утром он ушел. Поэтому потянул тело. Какой день был таким? Что будет, если вы привязаны как личность к мастеру? Я сейчас чувствую эту энергию Ошо, прекрасную энергию. У меня вопрос возникает, можно ли быть привязанным к учителю? Вы не должны ли опустить мастера, чтобы выйти за пределы? Первая вещь, которую вы когда встречаете с мастера, вы будете привязаны. Потому что он всегда живет с привязанностью. До этого у вас были привязанности с мужем, детьми, папой, мамой. Вы всегда имеете какую-то привязанность, если у вас нет с семьи, то с другом привязанность. Без привязанности ум просто не может стоять. Если все привязки закончатся, то все, ум будет встанут. И когда вы встречаете с мастера, мастер привязывает вас. Будьте сами в любви. И ум знает только привязанность. О, я буду без... Чувствую себя классно. Да, с ним. Да, чувствую себя классно. Почему мне быть? Ну, когда у вас связь с мастером, он постепенно устраняет все остальные привязанности. Вы становитесь все более осознанными в ваших связях. И вы видите связь с мастером, но это не связь, она с вами. Только с вашей стороны, с его стороны. Мастер все время говорит, будьте сами в любви. Любовь это правило. Но ум всегда хочет зацепиться, он не может быть один. ему что-то нужно. Иначе он начнет не понимать, что-то делать. И постепенно, если вы с мастером, то вся энергия будет идти к мастеру. И постепенно все ваши привязки будут уходить. И тогда он поменьше поменьше... Потом мастер уходит сам. Все вы должны делать. Все должно быть. Ваша жизнь вокруг мастера. Работать, жить. Мастер хочет, чтобы вся ваша жизнь была с ним. Даже если вы работаете в обществе с семьей, но энергия должна быть с мастером. Если вы начинаете вспоминать мастера, вы постепенно начинаете вспоминать себя. И тогда вы начинаете вспоминать, становиться одним с ним. Когда ваша энергия с ним, она начинает возвращаться вам автоматически. И мастер всегда знает, в какое время брать эту привязанность. И в тот день, когда он свою привязанность с ним обрубит, тогда вы будете становиться сами собой. Но одна вещь, иногда случается. Приданный он вот такой вот. Но если кто-то становится самим, то его благодарность и благодарность никогда не закончится с мастером. Потому что мастер дал. То есть, если в какой-то момент ученик начинается эгоистичным, то он начинает немножко на себя перетягивать одеяло, то он вдруг в какой-то момент начинает... Мастер не очень хорошо, это какое-то очень тонкое имя, эго очень опасное. Они чуть-чуть не дошли, и вот это вот эго начинает... Они очень сцентрированы, и вот это эго вдруг вылазит, и они вдруг начинают отдаляться от мастера. Потому что они уже считают, что они достигли всего, вот это я. Это случалось даже с Ошой несколько раз. И это случалось в основном с теми, кто очень был близок с ним. Одна женщина была с ним, она какого-то известная. История Шила, они звали. Она управляла, она всем управляла в Америке, всем ашрамами. Она была боссом всех. Он ушел, и он был три года в тишине. Он раз в три месяца приходил, праздноваясь в Тихом Псишине проводил на сатсанку, а потом опять... Но ашрам продолжал работать, она все время продолжала делать, три года подряд. Она была очень большой любви с Мошем, очень приятной ему. Да, у него была такая любовь, что у Маши все, все есть мастер. Она получила власть, и она вдруг, ну, у меня вдруг желание. Она вдруг почувствовала себя, что как королева. Чтобы она не сказала, люди делают все шрамы в ее силе, в одной руке. И тогда у меня появились амбиции. А я настал понять, что вот только этот ашрам мешает мне. Если я его уберу, то все нормально, я буду боссом. И она начала какие-то там сурисные игры. И когда Оша вернулся после трех лет тишины, он ее выгнал. Зачем? Зачем ты все это делаешь? Она сказала, что это мастер. Она сказала, что это должно случиться, это должно случиться. Это значит мастер. Потому что мастер поставил ее, и она... Видела изменения, которые я начала спрашивать. Люди сказали, что это она нам сказала. Но когда она им говорила, они делали, как будто это мастер говорил, потому что он ее поставил. И они просто и делали то, что она говорила. И вот когда он вернулся, он увидел, что все, что это происходит. И после этого даже он сказал, что если она хочет вернуться, пусть возвращается. Амбиция приходит и уходит. Но я ее очень хорошо знаю. Она очень много плакала. У нее сердце открывалось. Просто видимо какая-то неосознанность вышла. Но это случается со всеми. Но она ушла и до сих пор не вернулась. Даже после 30 лет. После 30 лет как уже она ушла. Она уже сама старая очень. Но она все равно не вернулась. Не забыла. Эмби все еще там. Это может случиться. У него уже был телохранитель Шива. И он сидел всегда рядом с ним. И он как-то стал негативным. И он стал почему-то очень плохим. И он даже написал в книге, что Ошо – это духовный террорист. Духовный террорист. И он стал говорить людям. Стал в столпе манипулировать людьми. Не ходите к нему. Но Ошо всегда говорил, продолжайте, продолжайте. Потому что никто не знает, где Шива и Шива. Вот один мужчина, который уже очень известный актер. И он был очень известный актер. И он встретил Ошо и покинул Болливуд. Хотя ему было очень трудно. Потому что вся Индия по нему сохла. И он пришел. И он сдался. И он сдался полностью. Хотя ему было очень сложно сдаваться. Потому что вся Индия. Когда его фильмы выходили, все бежали смотреть. Да, он даже сам дальше смотрел все его фильмы. Но он пришел. И он все оставил. И многие к нему приходили. Люди, друзья. Ты что, сумасшедший? Ты чего? Ты все оставил. Сейчас все оставил. Давай. Он говорит, давай, приходи, сделаем еще фильмы. И он говорит, все. Все. То, что я получаю здесь, я никогда не получу там. Что я буду делать с этим? Деньгами и известностью. Он очень был сдавшийся. К мастеру. И когда Оша вернулся в Индию, он поехал в Манали. Там все было уже организовано. Мотыль. И тогда Оша ударил. И он был очень рад. И он был очень рад. И он тут очень разозлился. И Оша сказал, что если бы он принял его последний удар, он, скорее всего, бы освободился. И что с ним случилось? Он потом... И он пошел, вернулся в мир. Но с ним уже ничего не смог достичь. Политический, там, в фильмах, ничего. Уже все. Не было. Все уже закончилось. Да, он просто стал обычным человеком. И он опять должен вернуться. И опять вот... Три человека описали. И вот они его впали в очень большую негативность. Они были очень близки к мастеру. Вот это вот опасность этого суперрега. Это случается, когда ваша темна там выходит, ваш дьяволизм. А он обязательно выйдет. Иначе... Ну, то есть, оно обязательно выйдет, потому что... Иначе нет смысла быть с мастером. Мастер означает, что вы должны достать из себя все, что есть ваш яд. Несколько месяцев. До этого он тоже был очень... Мастер говорил с кем. Ага, кто-то ему рассказывал, что кто-то был просветлен, потерял его. Потом опять стал. И это просветление, это как вот свет, то включает, то выключает. Просветление, когда уже... Уже все. А то окончательное. И вот... Да, это вот, что есть. Это вот, что значит ум. Он все еще... 30 лет он все еще не понял, что это. Он просто застрял там. Он не изменился. Я не понимаю, почему он выбрал эту мощь, женщину. Он говорит, это не был выбор. Просто она была очень любящая, она была полностью придана. Она полностью была сдана, сдалась. Что говорит этот мужчина, сложно понять. Описывает насколько любящая была эта женщина. Она решила... Это нормально, что у нее была одна сила. Потому что она должна была управлять. Да, люди все разные. Вот кто-то лучше управляет, кто-то хуже, кто-то больше... Да. И вот Уши выбрал ее, потому что он все равно должен у кого-то выбрать. И она была очень большой, огромной любви с Уши. И постепенно вот эта вот темнота вышла. Да, и Мастер дает все. Когда власть пришла, он выскочил и... О, это мое царство, я могу быть всем, что хочу. Он не приходит теперь, я только властью. Это может случиться. Но это случится, потому что неосознанность вышла, выходит. Это означает, что желание из нас выходит. Чтобы они... Они все у нас застряли. Если они выходят... И... 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 Если ваша очередь еще не сильная, то можно попасть. Да. Но Уши не сделала ошибку. Она... Она все разрушила. Она совершила. Она вообще неwarлаanse с Рима. Это случается. Отвечает со всеми Мастером. И в будущем был его двоюродный брат, который всегда был рядом с ним. Но все равно хотел убить его. То есть я не думал, что если я его убью, то все будет моим, я буду успешным. Но у мастера сострадание, может ваше дело демоничность выйдет. И я с ней разберусь, если вы не убежите, конечно. Да, да, он как уж сказал, что возвращается, моя дверь открыта. Он знал, что если она вернется, то возможно изменения начнутся и она исправится. Ну просто да, Оша сожалел, что она потеряла вот эту хорошую возможность, потеряла время. Когда вы живете с мастером и служите, служите, служите. Да, то есть если вы служите и работаете, то вы просто в конце концов уйдете, освободитесь. Но если вы полностью принадлежите, если вы все-таки у вас придете в негативность, то даже мастеру не поможет. То есть если вы сидите здесь, а мастер тут, и вы не хотите прийти, или видеть его, то мастер тоже не будет. Кто-то сказал, что Оша же мог... Да, но кто-то сказал, что Оша же была сила, чтобы сделать ее светлой. Но ни один мастер никогда не будет прекращать вашу свободу. Если вы хотите быть дьяволом, то пожалуйста, будьте дьяволом. Если вы хотите тотально идти в подземлю, то пожалуйста. Это ваше желание. Да, идите, посмотрите, что там. Да, они знают, что когда-то вы все равно вернете. Ну, через несколько лет, в следующей жизни, через несколько лет. Понимание в какой-то момент придет. Да, я вам, мастер, могу ждать. Когда придете? Ну, уже здесь и жизни. Я всегда здесь. Я всегда. Да. В другой момент, когда вы вернетесь, вы меня встретите. Я всегда здесь. Вы придете ко мне. Да. Это случается. Случается. Со всеми мастерами такое случается. Окей. Мы закончили. Ух. 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 Вот это. Ух. Кдача. Ух. Я тоже.